Сегодня готовим запеканку из цветной капусты, из брокколи. Получается очень сытно, вкусно. Посмотрите, как это просто. Итак, сегодня на обед запеканка. Запеканка из цветной капусты и брокколи. Значит, будем подготавливать, значит, сперва овощи. Берем брокколи, цветную капусту. Итак, все это нужно разрезать на соцветия. Если они вот такие большие, можно даже разрезать их пополам. Вот так. Смотрите, вот так. Крышить мелко их не нужно. Вот такими кусочками можно спокойно оставлять. Перекладываем в кастрюльку. Вот так. И нарезаем цветную капусту. Цветную капусту тоже нарезаем вот так вот на соцветия. Смотрите, разделяем ее. Если соцветия вот такие вот большие, я разрезаю их вот так. Все овощи складываем в кастрюльку. Теперь немного соли. Вот так. Заливаем водой, чтобы покрылось. И ставим на огонь. После закипания варим 5 минут и сливаем. Пока капусточка варится, возьмем одно куриное филе. Видите, оно у меня такое, ну, солидное. Теперь разрезаем его и нарезаем кусочками. Примерно вот так. Теперь делаем заливку. Берем 3 яйца, не меньше. Вот так вот их перебиваем вилочкой. Добавляем сюда сливки. Любой жирности, какой найдете. Сливки хорошо схватываются в духовке, потому что молоко не подойдет. Сливки. Сюда же добавляем сыр. Теперь смотрите по поводу сыра. Часть сыра оставьте. Половину я добавляю, а часть оставлю, чтобы посыпать сверху. И сюда же куриное филе. Все. И ждем капусту. Капусточка готова. Теперь что делаем? Обязательно нужно посолить. Добавляем где-то 3 столовые ложки растительного масла. Вот так вот смешиваем. Вот так. И я делаю таким образом. Беру дека, в котором буду запекать. И где-то половину отправляю сюда вниз. И распределяю по дну. Теперь на это все отправляем капусту. Вот так распределяем. Смотрите. Чтобы она вся легла более-менее равномерно. Так, это сюда, сюда, сюда. Смотрите. Вот так. Подвигаем, чтобы все вот так хорошо легло. Вот так. Значит, капусточку я варила в присоленной воде, поэтому солить не буду. А вот капельку перчика добавлю. Вот так, немножко. И сверху выливаем остаток нашей заливки. Вот так. Вот так, смотрите. Так получается более-менее равномерно. Теперь духовка к этому времени должна быть разогрета на 180 градусов. Сверху вот так присыпаем сыром и отправляем. Если ваша духовка подгорает, сверху можно накрыть фольгой немножко. И где-то убираем на 25 минут. До 30, не больше, чем полчаса. И запеканка будет готова. Запеканочка готова. Она еще вот так вот шкварчит. Дайте ей остыть минут 15. И будем пробовать. Так, когда запеканочка немного остыла и перестала шкварчать, попробуем, что же у нас вышло. Вот такая красота получилась. Давайте попробуем. Пробуем запеканку. Еще хочу сказать, что когда она остынет, она имеет немного другой вкус. Потому что остывшая капуста по вкусу, она по-разному. И остывшая, и теплая запеканка вкусные. Единственный момент, если хотите, если вы знаете, что ее до конца вечера съедят, не убирайте в холодильник. Пусть она вот так вот стоит. Ее даже потом можно не греть, спокойно есть, как закуску, очень вкусно. Так. Слушайте, реально вкусно. Мне очень нравится. Класс. Сыра предостаточно. И смотрите, здесь капуста и мясо, она очень сытная и полезная. Сюда можете добавлять еще какие-нибудь овощи, если хотите. Только имейте в виду, морковь будет долго готовиться. Она не успеет за полчаса стать такой мягусенькой. Цветная капуста, это всегда беспроигрышный вариант. Это всегда вкусно. Еще на моем канале есть по типу таких запеканок в цветной капусте, как типа с плавленым сыром. Посмотрите, очень вкусно получается. Тоже раз-два, быстренько и вкусненько. Еще цветную капусту делают в кляре, тогда она жареная. А тут запеканка, ничего не жареная, все полезное и сытное. Дома пробуйте, экспериментируйте, добавляйте что-то по своему вкусу и желанию. Вот такой сегодня был рецепт. Ставьте лайки, делитесь этим видео и подписывайтесь на мой канал. Спасибо, что вы сегодня вместе со мной готовили. Всем целую, люблю, бывайте, пока!